Я сейчас расскажу про то, что происходит до фонда. Есть такой инструмент, называется «Акселерация проекта». Я представляю компанию РВК. Про РВК все знают или не все? Поднимите, пожалуйста, руки те, кто не знает, что такое РВК. Хорошо, три человека, тогда расскажите. Четыре. Значит, РВК – это российская венчурная компания, институт развития, такой же, как Сколково. Плюс у нас есть еще специфические роли. Мы являемся фондом фондов, то есть создаем венчурные фонды с государственными деньгами. Мы софинансируем с частными игроками. У нас на данный, на сегодняшний день, в подсфере 25 венчурных фондов. Плюс мы курируем венчурные фонды региональные в количестве 20 штук, которые создавались региональными администрациями 7-8 лет назад. Соответственно, наша основная функция – создавать венчурные фонды. Наша вторая функция – развивать экосистему для того, чтобы инвесторам было комфортно инвестировать в проекты, и были проекты, в которые можно инвестировать. Наша третья функция появилась совсем недавно. У нас появилось такое подразделение, как проект «Нойс НТИ» – национальной технологической инициативы. Может быть, кто-то слышал, а может быть, кто-то слышал про «Форсайт Флот», который плавал совсем недавно по Вологде. Вот, соответственно, это третье направление, связанное с появлением в России отраслей, в которых Россия будет конкурентоспособна по замыслу к 2035 году. Это такое отдельное большое движение. Я, соответственно, расскажу сегодня про акселерацию, потому что мы в России первыми начали заниматься акселерацией. Начали это делать в 2013 году. Начали это делать не случайно, потому что, долго общаясь с инвесторами, в сути, представляя себе с инвесторами, мы видели, что сделок в России происходит не так много. У нас коллеги называли какие-то цифры. Но я просто еще раз обращу ваше внимание, что в России каждый год на венчурном рынке происходят от 200 до 400 сделок в лучшие времена. Давайте перечислим на другие рынки, чтобы было понятен порядок. В Штатах, например, на венчурном рынке делается примерно 3 тысячи сделок каждый год. В Китае, в Израиле тоже несколько тысяч сделок. То есть в России на сегодняшний день объема венчурного рынка составляет уже меньше 1%. Примерно полпроцента. Соответственно, инвесторы жалуются, что нет проектов, в которые можно инвестировать. Мы, со своей стороны, понимаем, что вроде бы в России много стартапов, когда делки почему-то не случаются. Собственно, инвесторы считают, что есть такой термин инвестиционно пригодные проекты. Их на самом деле очень мало. Слышали большую панель, большую дискуссию, на чем у того, в кого инвестируют инвесторы. В общем, сложно им находить такие интересные проекты, которые можно было бы проинвестировать, где у компании есть команда хорошая, видение того, как вызвать проект, есть стратегия и так далее. С точки зрения стартапов в России они тоже вроде бы появляются. В 2013 году, когда мы запускали программу акселерации, РВК поддерживала вообще любое стартап-движение, любую стартап-активность, которая в России происходила. В частности, конкурсы стартапов, всевозможные мероприятия во всех регионах. То есть порядка 60-70 конкурсов, мероприятий и так далее в разных регионах. То есть, по сути, через наши программы проходило порядка 5-6 тысяч потенциальных предпринимателей, которым были бы интересны инвестиции. Но из этих 5-6 тысяч так получалось, что была, наверное, пятерка победителей конкурсов, они имбегировали от одного конкурса к другому. То есть побеждали в течение года во всех конкурсах. А когда инвесторы с теми самыми победителями пытались договориться о сделке, у них не получалось, потому что победители конкурсов и предприниматели, которые способны привлечь инвестиции, и, собственно, развивать бизнес, это немножко разные вещи. Вот, соответственно, понимая все это, мы решили сделать первую программу акселерации. Я про нее расскажу в конце. Акселерация. Вообще, я уже хотела бы начать с того, что такое акселерация. Наверное, на основе нашего опыта работают в этом формате в течение трех лет. Что такое акселератор? Я решила собрать здесь какие-то ассоциации на первых слайдах. В общем, те фразы, которые я слышу от участников акселератора по поводу того, что такое акселератор, что он им дал. Они, в общем, достаточно эмоциональны. Наверное, отражают какие-то мысли. Алексей уже сейчас вспоминал Олега Кивакурцева, директора по маркетингу компании «Промород». На самом деле, мне кажется, это просто гениальный продажник. Дальше я надеюсь, что он будет расти и расти. Потому что то, как он продает роботов. Я помню, как он это делал три года назад, когда, опять же, надеюсь, что Алексей не слышал, по сути, продавал мечту о промоботе. Сейчас понятно, что промобот уже обладает теми характеристиками, которые продавались три года назад, но он это делал просто челеграммно. Алексей, собственно, использует, Олег Кивакурцев, использует как раз ассоциацию с лифтом. То есть, попадая в акселератор, ты, по сути, за 3-6 месяцев, когда идет акселерационная программа, совершаешь вот такое огромное движение для аналитики, просто относишься с низкого этажа на высокий этаж. В общем, пролетаешь быстро в все те этапы, которые в реальной жизни, шагая по лестнице, тратят бы на это гораздо больше времени. Вторая ассоциация – пионерский лагерь. Для кого-то она позитивная, для кого-то не очень, потому что каждая акселерационная программа, она очень жестко структурирована. То есть, есть программа, есть обязательства со стороны стартапов, которые участвуют в этой программе, со стороны всех партнеров, которые в ней участвуют. Поэтому кому-то это нравится, потому что есть предприниматели, которые приезжают, например, из далеких регионов, где про инновации вообще никто не слышал, а тут они попадают в коллектив единомышленников, к ним такое внимание, четкая структура, то есть получают четкую структуру того, как развивать свои проекты. Поэтому им на самом деле вот это вот все, такое упорядочное пространство очень нравится. Кто-то наоборот считает, что пионерский лагерь – это не очень хорошо, но если говорить про позитивные какие-то моменты, связанные с этим, это действительно на период акселерации некое пространство, где собираются единомышленники, и куда привлекаются все возможные ресурсы для того, чтобы стартапы развивались. Это ассоциации, которые используют наши инвесторы. Они считают, что мы все нянчимся со стартапами, по сути взрослые люди, которых действительно кормим с ложечки, даем им возможные ресурсы. Как только они выходят за пределы акселерации, они все такие сбалованные, привыкшие к тому, что мы их так облегаем, и дальше в реальной жизни жить не могут. В общем, тоже некая ассоциация, наверное, тоже имеют какое-то право на жизнь. Еще одна ассоциация. Программа акселерации – это очень короткая по времени программа, и за это время организаторы акселераторов стараются на стартапы обрушить просто максимум всего, что возможно. Это действительно очень интенсивная образовательная программа, и много контактов, много связей, в общем, много всего, что нужно в течение короткого времени отработать для того, чтобы проект вышел на следующую стадию развития. Для некоторых стартапов это очень сложно, то есть это огромный массив информации, который сваливается в короткий период времени, с которым нужно что-то сделать. И личностно, в общем, не все люди с этим справляются. Но в любом случае опыт достаточно интересный. Еще одна ассоциация, которая у нас появилась в прошлом году, ну, собственно, знаете, улитка Турба, есть мультик, если у кого-то есть дети, знакомые или свои. Обычная улитка, которая чудесным образом получила ускоритель и стала более конкурентоспособной, чем другие улитки. Она вообще как бы вошла в другую категорию, пускай стала уже практически автомобилем. Это, в принципе, тоже, наверное, ассоциация, похожая на правду, да, потому что то, что происходит в акселераторе, когда, если предприниматель использует эти возможности, ресурсы, которые ему дает акселератор, да, действительно, есть большая вероятность выйти на другой уровень развития. Соответственно, есть официальные дефиниции по поводу того, что такое акселератор. Значит, акселератор, акселератор существует во всех странах мира. Я вот вчера решил посмотреть, сколько акселераторов в мире. Мне до этого казалось, что порядка полутора тысяч, ну, по крайней мере, я вот до этого встречала такую информацию, есть Международная ассоциация без акселераторов. Вчера зашла на Тиркранч, в наше профильное здание, поняла, что их уже четыре тысячи штук. В мире их достаточно много, они активно развиваются, развиваются у нас в России. РВК поддерживает много региональных проектов. В этом году мы получили заявки на поддержку 57, по-моему, акселерационных программ, которые проходят в российских регионах. То есть тема такая очень модная, не только в мире, но и в России. Собственно, что такое акселератор? Есть тоже такой официальный слоган всех акселераторов, который звучит как «Dive fast or grow fast». То есть либо быстро умли, либо быстро вырасти. То есть в течение вот этого короткого срока акселерационной программы трех-шести месяцев проект либо понимает, что действительно эта идея, с которой команда пришла в акселератор, имеет потенциал развития, либо получает обратную связь и понимает, что, в общем, наверное, лучше сконцентрироваться на чем-то другом. И это тоже хороший результат проекта, потому что многие команды занимаются развитием своих проектов много-много лет тратят на это время и через несколько лет оказывается, что на самом деле рынка для этого проекта нет, продукт, который придуман, не очень конкурентоспособный, поэтому, наверное, было бы правильнее несколько лет назад сконцентрироваться на чем-то другом. Соответственно, короткий срок, 3-6 месяцев, ресурсы, инструменты, которые используют акселераторы, они тоже универсальны во всех странах мира. первое, это образовательная программа по теме специализации акселератора, второе, это менторский пол, менторы, это наставники, которые приходят к лидеру проекта или к предпринимателям и привносят в проект свой опыт гораздо больше, чем опыт у стартапа. У нас, менторов в России, это термин тоже, который звучит очень часто, но менторов в России пока еще очень мало. Опять же, если посмотреть на экосистемы других стран мира, например, в Америке, где менторами быть подчерканно, престижно, если зайти, например, на LinkedIn, то видно, что многие опытные предприниматели, а менторами обычно становятся люди в возрасте 40+, то есть люди, которые уже набрали какой-то опыт, продали какое-то количество стартапов и готовы своим опытом делиться, временем, экспертизой. Они в LinkedIn прям указывают, я являюсь ментором таких стартапов, то есть это такая часть жизни достаточно важная. Вот у нас людей, предприниматели, которые имеют такой опыт за плечами, пока еще очень мало, то есть в принципе все наши технологические предприниматели, которые могли бы потенциально стать менторами, они пока еще находятся в активном возрасте, например, ну бы, наверное, все хотели, чтобы Волошь консультировал, да, был ментор в каком-то проекте, и он бы, наверное, хотел, но пока не может себе это позволить, потому что есть такая бизнес, которую он никому не продал, и на самом деле большинство предпринимателей, ну, кого не возни, они даже работают менторами, это сделают в очень ограниченном объеме, нам хотелось бы больше, поэтому в России ментор, понятие такое сложное, мы обычно менторов составляем как бы из нескольких таких, из нескольких человек, то есть менторами обычно могут быть либо консультанты, которые могут поконсультировать по каким-то узким вопросам, например, по юридическим, по интеллектуальной собственности, а менторами могут быть те же самые опытные предприниматели, не обязательно из того сегмента, в котором развивается бизнес предприниматель, а менторами могут быть, ну, сейчас тоже есть такой тренд, в котором мы наблюдаем, сотрудники больших корпораций, мы считаем, что это происходит, когда люди взрослеют, переживают кризис среднего возраста, в какой-то момент достигают карьерного потолка внутри своих корпораций и начинают собственно смотреть на то, что происходит за пределами корпорации, начинают смотреть на стартапы, и многие из них приходят к нам и работают в качестве менторов, то есть смотрят, насколько они могли бы дальше, может быть, этим заниматься профессионально, войти в стартапы в качестве члена команды или стать бизнес-англевым в стартапе, вот, поэтому такие люди становятся вложи менторами. Соответственно, менторы — это второй инструмент, который используют все акселераторы между. Третий инструмент — это, собственно, связи, которые есть у основателя-акселератора. В зависимости от цели создания акселератора, это могут быть связи либо с инвесторами, либо с потенциальными заказчиками продуктов, производимых стартапами, вот, соответственно, те связи, которые необходимы стартапам, которые становятся участниками акселераторов. Вот, вообще, если посмотреть на то, какие акселераторы бывают, кем они создаются, самые успешные коммерческие акселераторы создаются бывшими предпринимателями и инвесторами. То есть предприниматели, которые несколько раз поднимали сами деньги, продавали свои проекты, понимают, как это делать, соответственно, они становятся такими технологическими брокерами, создают акселераторы для того, чтобы собирать вокруг себя проекты, ну, и дальше заниматься тем, что они умеют, продавать их фондам. А также есть фонды, вот, сегодня Людмила Голубкова рассказывала, стартапитал, фонд создал тоже свою акселерационную программу. Вот, есть фонды, которые, опять же, заинтересованы в том, чтобы к ним приходили более качественные проекты, поэтому они запускают тоже акселераторы для того, чтобы иметь возможность понаблюдать за проектами на более ранних стажах. Вот, и есть некоммерческие акселераторы, они создаются либо государствами, ну, часто Generation S акселератор, который создала российская венчурная компания, вот, есть акселераторы, которые создают правительство стран, например, Чили, стартап Чили, да, программа, в которой есть акселерационный момент, Бостон создал акселератор, который называется Mass Challenge, вот, соответственно, если у коммерческих акселераторов задача отобрать стартапы, которые можно потенциально хорошо продать инвесторам следующего раунда, для государственных акселераторов или для акселераторов, которые создаются, например, при университетах, задача скорее экосистемна, сделать так, чтобы в регион, например, привлекать лучшие умы со всего мира, сделать так, чтобы в регион привлекать инвестиции, показывая, да, действительно интересные стартапы, опять же, из других регионов, например, вот, поэтому при выборе акселераторов надо понимать, какие задачи решает акселератор и какие задачи можно добиться сейчас в такой акселерационной программе. Так, ну еще, да, важный момент, я думаю, что все прочитали это определение официальное про долю в проекте. Значит, есть акселераторы разных типов, вот, значит, есть акселераторы, которые берут долю в компании, обычно акселераторы работают на предпосевной стадии развития проектов, поэтому берут, там, от 3 до 10% от компании за, в среднем, там, это стоит от 25 тысяч долларов до 100 тысяч долларов, предпосевная стадия. Вот, есть акселераторы, которые, соответственно, являются платными, там есть стандартная стоимость, которые оплачиваются участниками, участниками акселераторов. Ну, кстати, я вам презентацию, если кому-то нужно, я думаю, что организаторы могут прислать, поэтому не обязательно фотографировать. Вот, и третий источник дохода акселераторов, это спонсорство и государственные бюджеты. По этой модели работаем мы, в Generation S у нас есть часть, которая финансируется государством, и мы, примерно, 50% бюджета привлекаем из частных источников. У нас большой пол спонсоров. Часто акселераторы сравнивают с инкубаторами и технопарками. Знаете, да, чем отличаются? Не нужно останавливаться или остановиться. Ну и. Хорошо. Значит, ну, видно, да, что акселераторы это достаточно краткосрочные программы, инкубатор, соответственно, три года, и технопарки десять лет. Значит, акселераторы это то, что называется софт инфраструктура, то есть это не площадка, акселераторы часто даже не сажают проекты к себе на площадку к себе в офис. То есть иногда образовательная программа устроена таким образом, что предприниматели живут своей жизнью и там просто какие-то мероприятия, программы для работы с менторами приезжают в какое-то место, в общем, по сути, да, продолжают жить своей жизнью. Но есть акселераторы, у которых есть имущественный комплекс. Бизнес-инкубаторы и технопарки, соответственно, это обязательно про площадку физическую, где компании садятся. Соответственно, бизнес-инкубаторы это много всяких разных сервисов, которые на этой площадке размещаются, юридические сервисы, финансовые сервисы и так далее. Ну и считается, что бизнес-инкубаторы работают чуть-чуть на более ранней стадии, на стадии, когда проекты появляются. Инкубация, да? То есть проект появился, он не дорастает до определенной стадии, и это происходит с инкубатором. Технопарки – это, по сути, офисные здания, где стартапом офисы сдаются на льготных условиях. Иногда бесплатно, иногда на очень льготных условиях. Вот это зависит от того, на чем зарабатывает технопарк. Вот здесь у него другие источники дохода. Вот, соответственно, по финансовым условиям участия технопарк инкубаторов обычно есть какая-то плата за участие в этих программах. По бизнес-акселераторам я вкратце рассказала. Для меня лично такая картинка, акселераторы, они, конечно, не про акселерацию проекта. Акселераторы, ну, вот сейчас Алексей, на самом деле, я вот прям цепляла, да, какие-то моменты из его выступления. Акселерация – это, конечно, про то, чтобы проакселерировать, изменить человека. То есть, когда приниматель попадает в программу, понимает, что реально никаких барьеров нет, все барьеры в нашей голове. Потому что, попадая в акселерационную программу, он ведь такое количество людей, экспертов, клиентов, которые раньше были ему недоступны, он понимает, что это все организовывается достаточно просто. То есть, действительно, нужно не бояться, сделать звонок, как Алексей сейчас рассказывал про Олега Кивакурцева, да, который стал, начал говорить. То есть, как бы, действительно, какие-то личностные моменты, то есть, акселерация – это про трансформацию личности, чтобы человек мог делать бизнес. То есть, человек выходит обновленным, измененным, у него появляются ресурсы для того, чтобы дальше делать бизнес. Вот. Ну, и, собственно, есть, как бы, какие-то, попутные моменты, связанные с тем, что, действительно, дорабатывается прототип проекта, дорабатывается бизнес-модель. Это не сделать нереально, потому что в каждом акселераторе за успехом каждого стартапа следят. В общем, как бы, действительно, есть люди, которые отслеживают, что происходит с проектом в рамках акселерационной программы и босса. Обзор акселераторов. Значит, в России, как я говорила, сейчас несколько десятков акселераторов, большинство из них сосредоточены в регионах, что очень странно, потому что, например, если говорить про фонды, большинство фондов, ну, примерно 90% венчанного рынка сосредоточены в Москве. С точки зрения акселераторов абсолютно другая тенденция. Вот, я здесь перечислил в основном московские акселераторы, которые, в общем, достаточно известны, потому что были созданы год, два, три назад. Три, все, наверное, знают, это крупнейшая государственная акселераторная программа для интернет и IT-проектов. Сейчас они расширяют свою линейку акселераторов. Идеал Машин это питерский акселератор, создан при ИТМО в университете. Вот. Нравится мне тем, что при акселераторе есть еще и фонд, соответственно, есть возможность какие-то проекты поддерживать еще и инвестиционно. Компания Пульсар Венч Кэпитал Старта Кэпитал это фонды региональные и московские, соответственно, фонды пассивных инвестиций, которые в этом году запустили акселераторы программы и обе программы ориентированы на международный рынок. То есть они помогают стартапам выходить на международный рынок. Пульсар сотрудничает с у них есть американский компонент программы, ирландский и, по-моему, Сингапур. Вот, соответственно, Старта Кэпитал и Дмила Голукова сейчас рассказывала, что они, соответственно, работают со штатами через Нью-Йорк. А Лонч Гурус это частная компания, которая делает акселератор акселераторной программы по заказу больших компаниям. Мы, в общем, достаточно много уже сделали. Обратите внимание, тоже есть свой фонд, соответственно, можно приближать инвестиции на проекты. Мета-Бета это тоже компания оператор акселераторных программ. Фонда своего нет, они скорее консультанты, которые заходят в корпорацию и помогают корпорации сделать корпоративный акселератор. Сотрудничали с Альфа-Банком, запускают для них первую акселераторную программу с Яндексом. В общем, достаточно интересные команды. А по международным акселераторам здесь перечислены те акселераторы, их на самом деле огромное количество. Опять же, если кому будет интересно, пришлю презентацию, есть обзор акселераторов. Мы на этой неделе заканчиваем делать брошюру по тому, как создать корпоративный акселератор. И там тоже, в общем, большой обзор акселераторов. Заходите на наш сайт, смотрите. такой справочной информации достаточно много. Это акселераторы, которые специализируются на робототехнических проектах. Я вообще не буду их перечислять. Есть описание того, чем они занимаются, на каких условиях работают. Ну, как бы, в общем и целом, каждый акселератор, практически все из них создаются при корпорациях. То есть, какие-то компании, которым интересно отсматривать проекты в области робототехники, создают акселераторы как такой способ посмотреть на проекты на правильную стадию работы. И дальше, если проект им нравится, они, соответственно, и покупают. В общем, кому нужно будет спустим. Generation S – это проект, который спустила российская венчурная компания. Я про него начала рассказывать. Сейчас расскажу немножко поподробнее. Собственно, у нас модель за три года работы эволюционировала. В 2013 году мы решали задачу исключительно посмотреть, на какие проекты в России есть и попытались впервые сделать акселерационную программу. В 2014 году мы поняли, что делать просто акселератор конечно здорово, но тогда в акселератор попадают абсолютно разные проекты, а потребности у всех стартапов разные. Словно говоря, проекты биотехнологические очень сильно отличаются от каких-нибудь интернет-проектов. поэтому мы сделали четыре таких акселерационных программы для проекта в области биотехнологии медицины, для промышленных проектов, для проектов в области плентек и IT-проектов. Они проходили в разных регионах России. Наша задача как РВК была найти команды в регионах, которые могут делать такие программы, чтобы они дальше делали их уже без нас. Вот так вот появилась компания Pulsar Venture, например, которая сейчас уже запускает акселерационные программы, в том числе безнадежные уже без нас. Можно посмотреть на какие-то цифры. В прошлом году, в 2015-м, мы решили выйти на российские корпорации. Опять же, такой тренд мировой в акселерации. Многие акселераторы сотрудничают с крупными корпорациями, помогают им создавать корпоративные акселераторы. Вот для нас корпоративные акселераторы являются первой такой стадии к тому этапу, когда корпорации начнут инвестировать в проект и начнут их покупать. Мы предполагаем, что они сначала с нами в рамках акселерации посмотрят на то, что такое стартапы, насколько они могут быть интересны, поймут, готовы ли они работать с стартапами, ну и дальше, если какая-то история сложится, будем обсуждать уже какие-то инвестиционные инструменты. В прошлом году у нас было 20 компаний, с которыми мы сделали 7 акселерационных программ, и, соответственно, сейчас порядка 60, как мы же называем, сделок, то есть компания с участниками наших акселерационных программ, либо обсуждают, кто-то уже находится в процессе какого-то сотрудничества, соответственно, есть какие-то прецеденты сотрудничества, то есть какие-то компании, корпорации проинвестировали в проекты, какие-то начали R&D-проекты внутри корпорации, какие-то компании пустили стартапы в свои сетки продаж, в канал продаж, вот, поэтому, в общем, получился достаточно интересный опыт, в этом году мы будем продолжать его, у нас Generation стартует в конце июня, вот, соответственно, есть уже компании российские, с которыми будем работать, пока не буду объявлять, какие компании, в общем, достаточно интересный набор треков будет в этом году акселераторов, значит, ну, на что еще интересно обратить внимание, значит, в прошлом году у нас было две с половиной тысячи заявок из России и 15 стран мира на осень наших акселераторов, значит, все стартапы прошли экспертизу, нашего экспертного пула, у нас был очень большой экспертный пул, порядка 400 экспертов обматривали проект с точки зрения бизнес-потенциала и с точки зрения технологии, вот, дальше все стартапы прошли так называемый предакселератор, это образовательная программа, 8 модулей, в рамках которой предполагалось, что команды доделают свой бизнес-план, то есть каждый модуль был посвящен одной голове бизнес-плана, финансы, интеллектуальная собственность, анализ рынка, вот, в этом году мы предакселератор не будем делать обязательным для всех команд, потому что какие-то команды приходят уже подготовленными, заставлять их проходить через предакселератор мы не будем, вот, но для тех компаний, которым это нужно, для тех стартапов, которым это нужно, такую опцию оставим, вот, а дальше, соответственно, у нас было, как я сказала, 7 акселераторов в рамках каждого акселератора, то есть каждый акселератор, это по сути такая маленькая экосистема, которая появляется по какой-то теме, сейчас вот открою, ну вот, например, можно посмотреть на линейку акселераторов, которая у нас была в прошлом году, значит, в каждом акселераторе участвует несколько партнеров, значит, первый партнер, мы называем его оператором эксерпционной программы, это команда, которая, по сути, собирает проекты под запросы корпорации, которая организует эксерпционную программу образовательную, вот, есть корпорации, которые выступают нашими партнерами, значит, корпорации, заявляясь в качестве партнеров наших акселераторов, обещают на несколько вещей, первое, софинансирование, таким образом, они показывают, что они готовы в этом участвовать, и инновации для них, это серьезно, значит, второе, это эксперты, которых они выделяются, то есть у нас все корпорации выделяли экспертов, обычно это было несколько десятков человек, которые участвовали, соответственно, в экспертизе проектов на всех этапах, участвовали с нами в рот-шоу, то есть ездили в университеты, в НИИ, искали проекты, вот, достаточно активно это делали, вот, и, собственно, делают эксерпционную программу, потому что цель акселераторов прошлого года была научить корпорации работать со стартапами, по стартапам показать, как работать с корпорацией, как мы корпорации очень активно в этом участке, показывали, рассказывали, делали какие-то конкретные проекты для того, чтобы с этим взаимодействием между стартапами и корпорациями налаживаться. Так, это наши партнеры, ну, кроме того, что, то есть мы считаем, что, на самом деле, акселерация является самым главным результатом участия, то есть те изменения, которые происходят в проекте, те связи, которые появляются, те ресурсы, которые появляются у проектов, вот, в прошлом году в передовой фонд был еще достаточно большой, 160 миллионов рублей, в этом году посмотрим, сколько удастся собрать. Значит, то, ради чего я сюда пришла, в прошлом году у нас была отдельная программа для роботехнических проектов, мы делали в сотрудничестве с Московским технологическим институтом, Евгений Позник сегодня тоже будет здесь выступать, вот, они были оператором нашим и совместно с роботехническим центром Сколковым, то есть такая программа, которую собирали переорганизацию, вот, соответственно, это были наши корпоративные партнеры, которые, соответственно, работали с проектами в рамках акселератора достаточно много, это то, как программа была структурирована, в общем, было 16 дней очной программы, плюс работа с метрами, вот, очная программа означает, что проекты приходят, приезжают или приходят до того места, где проходит акселератор, вот, этот программ проводился в Москве, вообще, другие программы проводятся в разных регионах России, где регионы, это очень здорово, когда, ну, Томск, например, у нас два года проводила церерату для биотехнологических проектов, это означает, что все биотехнологические проекты интересные со всей России приезжают в Томск на месяц, да, примерно, вот, и очень удивительно, когда те же самые инвесторы из других регионов России приезжают в Томск и понимают, что действительно, что потенциально город, центр, который может стать такой биотехнологической столицей, да, если региону хватит амбиции на это, да, на биотехнологической столице России, вот. Ну, несколько спикеров, самых видных, наверное, которые у нас были, наши выпускники, на самом деле, тоже пролеснул, большинство из этих компаний сегодня являются спикерами конференции, на которые мы все пришли, вот, но это, в общем, компания, наши участники, компания промо-мод, Алексей Яжаков, много всего рассказывал, я думаю, что все больше всего, больше расскажет, какого-то кулуару, общения, вот, компания, Энни-Вокер, их сегодня нет, но вот мне приятно сказать, ну, в этом инвестиции привлекли, как вы видите, от Московского технологического института, у нас есть несколько наших участников-акселераторов, которые сами запускают экстремпляционные программы в регионах, то есть им настолько понравился участие в акселераторах, что они, в общем, у себя в регионах начинают такие программы, но вот Алексей Яжаков в Перми запустил, ну, не запустил, вернее, да, или запустил, проводил программу экстремпляционную большая разведка, вот, Игорь Яжаков с компанией Энни-Вокер в Краснодаре тоже запускает экстремпляционную программу, через несколько дней мы этим на самом деле гордимся. Компания Vision Labs, большинство из этих компаний либо после участия в акселераторе стали резидентами Сколково, либо какие-то компании, резиденты Сколково понимали, что им стоит поучаствовать в акселераторе, потому что он дает те возможности, да, которых им до этого не было, и, собственно, подавали заявки на технику от компании Vision Labs. Компания Vision Labs прошу у всех поддержать 24-го числа, они от России выиграли, вернее, не от России, попали в финал международного конкурса Энно-Роба, который будет происходить в Париже, там из более чем 100 заявок было одобано 6 проектов, финалистов, они, соответственно, будут делать пич, я очень надеюсь, что выиграют. Компания Моторика, тоже, наверное, ее видите, просто отличный проект, эндопротезирование, очень эмоциональный, человеческий, надеюсь, что у них все будет хорошо получаться. Компания ExoAtlet, тоже у нас долгая история сотрудничества, значит, сейчас у меня, как вы видите, резидент Сколкова, привлекли инвестиции от нашего фонда, от нашего биофонда, вот, мы их нашли вообще в 2010 году в одном из НИИ МГУ, собственно, это была такая еще сырая разработка, мы их пригласили к участию в одной из выставок, ну и вот дальше начали с ним работать и потом вот, как мы сейчас видим, да, что это такой достаточно известный проект и действительно прошло очень много лет, то есть уже 6 лет, как мы с ними знакомы, за 6 лет это очень дорогой проект с точки зрения реализации, привлекли огромное количество денег, в основном не инвестиционных, то есть они активно участвуют в государственных программах, вот, и надеемся, что действительно им хватит сил и решимости, да, для того, чтобы выпустить продукт на рынок, насколько я знаю, они сейчас находятся в процессе получения всех разрешений для того, чтобы можно было продавать так за обед. А компания BITRONICS, вчера тоже, кстати, или позавчера, у них случилось сотрудничество с компанией LEGO, это наши конструкторы детские для изучения пионеры сигналов написано, вот, соответственно, надеюсь, что тоже выльется в какой-то большой совместный проект с компанией LEGO. В компании NVR шлемы дополнены реальностью, наверное, видите их на всяких разных мероприятиях, тоже надеюсь, что у проекта большое будущее. Ну и, собственно, все. Я так понимаю, что времени совсем не осталось, но, может быть, вопросы, да? Спасибо. Какой процент ваших выпускников выходит на следующий уровень, привлекает инвестиции и так кратко идеальный ваш студент, так назовем, да? То есть, кому вы рады, а кому еще рано или кому уже поздно? Никому не поздно. Вот, значит, по оценке эффективности участия. У всех акселераторов, инкубаторов, технопарков есть конкретные абсолютные критерии оценки эффективности. Это действительно количество, объем сделок, привлеченных участниками соответствующих программ, и выживаемость проектов в течение года, двух, трех, пяти. Вот, соответственно, по второму критерию мы никаких оценок не делаем, потому что, ну, для того, чтобы собирать такую статистику, у нас, ну, к сожалению, команда очень маленькая, да, мы, в общем, не можем себе это позволить. Мы, на самом деле, общаемся с достаточно маленьким количеством участников наших прошлых программ, это те компании, которые с нами продолжают общаться, ну, в среднем это несколько десятков проектов каждый год. С точки зрения объема инвестиций, мы их оцениваем либо по открытым источникам, либо общаясь, опять же, с теми компаний, с которыми мы общаемся, в среднем, значит, 2013 год, в течение года после окончания программы 20 проектов, 22, по-моему, привлекли инвестиции. Следующая программа, 2014 год, примерно такой же порядок, вот, ну, опять же, понятно, мы запускали акселераторы в тех темах, где инвесторов вообще нет. Биотехнологии, да, там, 5 фондов России, Клинтек, вот, сегодня была и 2BF, реально, там, 2-3 фонда, на которые мы сделали такие проекты, вот, поэтому, в общем, ну, примерно такой же порядок был. Значит, в прошлом году, поскольку у нас задача была не только инвестиции, о сделке с корпорацией, но, я сказала, порядка 60-70 проектов, сейчас находятся либо в процессе обсуждения какого-то сотрудничества, то есть, там, можно преодолеть какие-то формальности, либо делать уже какие-то совместные проекты с корпорациями. Вот, какой-то процент от всех участников, значит, первый год у нас было 70 участников, второй год у нас было порядка 200 участников, а третий год у нас было 140 участников. Вот, с точки зрения идеального профиля участника наших акселерационных программ, у нас здесь процесс достаточно субъективный, значит, участников акселераторов выбирают, в основном, либо эксперты, там такая объективная система оценки, когда мы получаем 3 или 4 оценки по каждому проекту, да, и мы, в общем, как-то на эти оценки не влияем. В прошлом году проекты выбирали корпорации. Корпорации выбирают абсолютно по своим критериям, то есть были интересные проекты, которые просто не прошли из корпоративной ситры, потому что они не интересные корпорации, то есть они не видят в них потенциала. Вот, соответственно, я бы сказала, что технологии, естественно, должна быть, и это очень важно, особенно для корпораций, да, которые смотрят только технологию, для инвесторов, соответственно, там есть другие, да, критерии, о них тоже сегодня говорилось, вот, и, конечно, команды, то есть команды, которые способны проект сделать, Вот сегодня, кстати, у Алексея на панели обсуждалась основная функция, которой мне кажется, которой не хватает в российских стартапах и в российских фондах. Мне кажется, это функция продюсирования. И вот те фонды, с которыми я сталкиваюсь, я понимаю, что вот эту функцию продюсирования берут на себя либо инвесторы, понимая, как комплексно развивать проект, потому что они более комплексно давить ситуацию, либо в стартапах появляется такой человек, который собирает проект, собрать его достаточно сложно, потому что технология, рынок непонятен обычно, продукта нет, то есть действительно нужен большой набор знаний и способность быстро учиться. Поэтому важно, чтобы вот эта функция лидера, я бы сказала, что функция продюсера в команде была, чтобы был человек, который способен проект вытащить, потому что в проектах на таких ранних статях меняется абсолютно все. Приходится технологии, продуктов нет, или приходится одной идеей продукта, в результате аксорбационной программы появляется абсолютно другой продукт, но если есть человек, команда, которая готова это все тянуть, и которая готова все это двигать, то, соответственно, для нас идеальный профиль участников аксорбационной программы. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам большое. Давайте поблагодарим Донару за прекрасное выступление. Буквально через минуту... Спасибо. Спасибо. Мы начнем следующее выступление даже, наверное, прямо сейчас. Марк, вы готовы? Да. Отлично. 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 Коллеги, кто хочет пообщаться с Гульнарой, я вас очень прошу сделать это в коридоре. Всех остальных попрошу присаживаться, потому что... Я очень рада представить вам следующего спикера в секции маркетинга инноваций. Это Марк Олейник, основатель и SEO-компании MOLLE Robotics. Здравствуйте. Этого выступления, собственно, это то, что мы сделали за последние два года. Компания была создана еще в таком году в апреле. В настоящее время мы переходим на стадию разработки первого промышленного фототипа. Ну, если по порядку, в общем, немножко эксус в историю. Эволюция роботов, в общем, началась достаточно давно. Смотря что можно назвать роботами, роботами, я считаю, это устройство когда-то способствует действиями и определенным действиям. К сожалению, сначала и, в общем, до определенного времени роботы были нефункциональны. Максимум, они были на формах, на функциональных системах. В дальнейшем начались первые функции роботов. Начали развлекательные функции, которые могут двигаться, но при этом не выполняя функциональные движения. В следующем появились роботы-прилюсосы и пошла дальнейшая эволюция. В настоящее время мы видим появление уже роботов, которые выполняют определенные функциональные манипуляции, как в сервисной, так и в области. В данном случае, наверное, наиболее развитые это роботы в медицине. Первый был Сада Винчи, дальше сейчас идет целое поколение роботов. И в настоящее время уже начинает развиваться, пока только начинает развиваться сегмент функционального подстроения ближе в сервисном рынке. Наш подход к робототехнике был несколько другой, когда мы открыли компанию. Принцип был облегчить как можно больше устройства и сделать его как мония более функциональным, естественно. Потому что функция, с нашей точки зрения, является основой требования рынка. Если у робота нет функции, то в конце концов рынок не будет востребован данное устройство. Поэтому мы взяли достаточно амбиционную функцию. Функция, которая требуется рынку в каждый день у каждого из нас, это, собственно, функция готовки. Опять же, немножко уходя в экскурс, есть различные ощущения объекта и результаты. Объекты, которые видит машина, они достаточно простые и понятные. Объекты, которые на основании этого создают человек, они совсем не так простые и понятные, как может показаться на первый взгляд. И самое главное, между ними нет логики. То есть между ними есть человеческое восприятие. Поэтому, что мы пытались сделать, это мы попытались, не распознавая ситуации, где и почему продукт, который произведен роботом, является важным для человека, мы пытались понять, как нужно сделать продукт, чтобы он был полностью удовлетворяя потребностям человека и при этом был достаточно универсальным. Здесь мы видим, что, допустим, на примере этих снимков совершенно непонятно, в чем разница между, допустим, оригиналом и копией. Хотя, в общем, мы это различаем, но машина не может понять, какой из этих образов правильный и какой человеку больше нравится. То есть, фактически, машина не умеет распознавать эмоциональный профиль человека и не понимает, что в итоге человеку нужно. Первый наш Proof of Concept prototype, он был сделан в середине 2015 года. Мы сделали для него первое блюдо, которое он приготовил. Блюдо, которое, собственно, может приготовить только человек, потому что оно имеет достаточно много различных операций готовки. И эти операции, они абсолютно разные. То есть, вся эволюция машин для готовки, которая в настоящее время существует, она, в общем, делится на две части. Это эволюция машин, которые способны готовить универсальные вещи, но они оперируются исключительно человеком, такие как духовки, блендеры, миксеры, кухонные комбайны. Либо такие операционные машины большие для одной операции, которые устанавливаются в больших помещениях. Готовят большие объемы еды, но очень стандартные. Этот суп был приготовлен изначально Кимом Ангсом. Он является победителем английского соревнования поваров. И поэтому мы взяли его как некий первый образец для того, чтобы полностью подтвердить концепцию, что продукт, выготовленный машиной, и человек, он полностью идентичен. То есть, человек не может определить разницу между продуктом, приготовленным Кимом Андерсом, или машиной, которую мы создали. Но что Ким Андерсон не может сделать? Это все вариации того же самого супа. То есть, фактически мы понимаем, что из одного и того же сета ингредиентов можно приготовить очень большое количество разных блюд. И это является нелогичным продолжением процесса. То есть, мы не можем определить, почему и как этот результат получается с одной стороны, с другой стороны. Мы точно не можем определить, где результат правильный, а где результат неправильный. То есть, если одно из этих блюд является не таким вкусным, нет объективных параметров, которые могут показать, в чем существуют проблемы. С другой стороны, мы понимаем, что в настоящее время все, что касается больших данных, это процесс, который ведет к их накоплению и классификации. Поэтому, естественно, машина, которая способна повторять технологические процессы за человеком, точно повторяя результат, является универсальным способом, собственно, для того, чтобы эти знания можно было транслировать, в принципе, любому участнику рынка. То есть, ни один шеф, ну, может быть, кто-то есть, конечно, единицы, но ни один шеф мира, который, собственно, хорошо готовит, он не может приготовить более 50 рецептов или 100 рецептов или 150 рецептов. Он никогда не сможет готовить тысячи рецептов, да, потому что каждый рецепт это, собственно, искусство, это некий процесс итерации, проверки, фиксирования и так далее и тому подобное. Поэтому мы сделали машину, которая сделает достаточно простые вещи. Она полностью повторяет движение шефа в полностью стандартизированной среде. То есть, мы стандартизировали кухню. Она выглядит как кухня, но на самом деле это фабрика. Внутри нее есть оборудование стандартное. Внутри есть два манипулятора, которые могут повторить движение шефа в процессе готовки. Мы полностью соблюдаем тайминг и, естественно, для того, чтобы получить результат, мы полностью соблюдаем комплект ингредиентов с количеством, которые при этом используются. Основная задача – это не количество манипуляций, которые мы сейчас разрабатываем для рынка, это их надежность. Иными словами, если процесс готовки состоит из 10-15 манипуляций, сделанная неправильная одна манипуляция, собственно, нарушает процесс и мы не получаем требуемый результат. Поэтому наша задача – построить то количество манипуляций, которые возможны в настоящее время, но при условии того, что они будут на 100% надежные. То есть, при их выполнении не будет допущено ошибки. Естественно, с точки зрения рутнического устройства, оно должно выглядеть многим функциям, но если посмотреть функционально, это то, что, в общем, на рынке появляется впервые, существует на настоящее время менеджмент ингредиентов и технологий внутри снаридического стандартного пространства. То есть, конкретно в кухне – это оборудование, это ингредиенты, это кухонные принадлежности, контейнеры с ингредиентами и, собственно, любые маленькие приспособления, которые позволяют получать функциональные ингредиенты. Менеджмент этих приспособлений, он, в общем, позволяет нам сделать так называемый сет манипуляций, так называемых сет манипуляций для того, чтобы универсально готовить любое блюдо. Здесь примеры основного оборудования, с которым мы сейчас работаем. Мы работаем сейчас, естественно, с плитой, мы работаем, естественно, с духовками, мы работаем, естественно, с посудомойкой, потому что уборка кухни является одним из основных и очень важных факторов для человека, и также с кухонным комбайном, который позволяет достаточно много манипуляций делать в автоматическом режиме и стандартизировать. Также важным в системе больших баз является система поиска, потому что при наличии базина большого количества опций можно достаточно легко и быстро путем нажатия нескольких кнопок находить то, что ему очень важно. Поэтому мы разработали систему параметров, которые могут быстро найти тот рецепт из многообразия, который вам хочется попробовать именно сегодняшний день. То есть мы определили. Вы можете определить количество калорий, вы можете определить количество людей, вы можете определить, есть ли у вас какие-то аллергены или нет, либо диетическую программу выбрать. Вы можете определить имя шефа, типы готовки, ингредиенты, которые у вас есть, и получить именно те блюда, которые вам доступны в настоящее время из большого рецепта. Один из основных факторов, которые определяют успешность или не успешность того или иного устройства на рынке, если мы говорим о consumer маркетинге, это собственно его рыночная емкость. Соответственно, благодаря тому, что мы вписали нашего первого робота в существующий прибор, ну или, скажем так, кусок мебели, это позволило нам выйти на рынок не с роботом, а с мебелью, что позволяет работать на существующем рынке, а не формировать новый. Допустим, я вам могу привести очень простой пример, чтобы вы поняли, насколько это важно. Если вы захотите продать робота, который будет стоить 50 тысяч долларов, быстрее всего вы его не продадите, потому что для этого нужно сформировать рынок, который примет робота, который стоит 50 тысяч долларов. Но если вы попробовать продать кухню, которая стоит 50 тысяч долларов, вам это удастся по причине того, что данный рынок уже сформирован. И поэтому данное конкурентное преимущество будет являться для вас важным и главным, которое позволит вас коммерциализировать данный продукт. Об этом нужно помнить в том случае, если вы действительно пытаетесь сделать приложение для консюмер-маркета. Но при этом, естественно, у нас есть некая стратегия, которая позволяет после того, как мы сделаем продукт для консюмер-маркета, перейти на сектор коммерческой и индустриальной технологии. То есть мы уже начали разработку продукта для больниц, потому что в больницах есть достаточно большая потребность в подобных технологиях, потому что не очень высокое качество еды. И главное, что существует достаточно большое количество ингредиентов сейчас и хороших технических программ, которые, в общем, являются той же частью лечебного процесса. Ну и, безусловно, отели, потому что в отелях болевой точкой является так называемый ночной меню. Совершенно невозможно привлечь приличного шефа в ночной период для того, чтобы он работал в любом отеле. И поэтому для отеля это является очень важным фактором для того, чтобы они выбрали данную технологию в будущем. Одним из основных особенностей того, что мы сделали, мы сделали двойное применение. То есть кухня, которую мы создали, она позволяет работать как в обычном режиме, так и в автоматическом режиме. Что, опять же, дает нам больше опций. То есть человек, который не хочет работать в настоящее время руками, и у него нет времени по каким-то причинам, он может активировать автоматический режим. При том же самом случае, что если у него есть вдохновение и он хочет приготовить что-то, роботизорные руки убираются наверх, и кухня превращается в совершенно обычную кухню. Это наш, как бы, изначальный концепт. То, о чем я сейчас говорил, как раз объясняется потенциальными секторами рынка, где мы можем использовать данное оборудование. То есть, когда мы делали анализ рынка, мы поняли, что объем кухонь мировой очень большой в продаже. В высоком ценовом сегменте, это от 25 тысяч за кухню плюс, объем исчисляется 6 миллионами кухонь в год. Что, в общем, дает нам достаточно хорошие прогнозы на реализацию продукции. Естественно, если мы сейчас говорим о продукте, который нужно выпускать на рынок, главное не забывать о всех технологиях разработки продукта, которые необходимо пройти для того, чтобы вы смогли его продавать. Потому что он должен быть сертифицирован, он должен быть правильно разработан, он должен хорошо тестировать. Потому что, если вы продаете устройство в количестве 100 экземпляров или в количестве потенциального миллиона экземпляров, это совершенно два разных устройств. Поэтому, естественно, все, что касается не Proof of Concept Product, а первого промышленного прототипа, мы уже разрабатываем его в партнерстве с крупными компаниями, которые профессионально умеют разрабатывать готовую продукцию. И это достаточно длительный процесс и достаточно дорогой процесс. Почему, собственно, у него не пошли изначально? Потому что сначала мы должны были понять, что рынок примет это устройство, что людям оно понравится. И только после этого мы собрали инвестиции и начали двигаться уже в направлении создания первого промышленного прототипа, который уже должен решить следующие три задачи для того, чтобы перейти на следующую фазу. Первую задачу он должен решить, что он должен быть принят рынком как есть. То есть дизайн, нафигурация, функционал должен быть полностью протестирован через рынок. Второй фактор – это то, что данный продукт по цене его комплектующих должен полностью префективовать с вашей финансовой моделью, которую вы в итоге хотите реализовать на рынке. Ну и третий, немаловажный, естественно, это то, что благодаря тому, что вы делаете первый коммерческий прототип, вы можете начинать программу развития коммерческого сектора, то есть вы можете начинать уже конструктивные переговоры с каналами дистрибьюции и выстраивать бизнес-стратеги. Ключевым фактором создания промышленного продукта, в данном случае промышленного качества, является это партнерство с крупными технологическими компаниями в разных секторах. По причине того, что любое устройство сейчас достаточно сложное и разработать его с нуля, даже имея звездную команду, вообще невозможно. То есть, если вы не имеете доступа к технологиям, которые в настоящее время существуют на рынке, быстрее всего ваш продукт не победит. Поэтому, безусловно, длительное время очень занимает переговоры с большими крупными компаниями, которые являются большими владельцами технологий. В робототехнике они известны, в общем-то, это моторы, и кармоник драйв, и много разных основных компонентов. Но также мы для того, чтобы снизить риски, используем немного модифицированную и кухонную технику любую. Потому что даже в духовку, чтобы создать с нуля, в общем, требуется большой ресурс и большие деньги, что, в общем, не имеет большого смысла. Финализируя процесс, мы должны четко рынку показать, как им пользоваться. И самое главное, что ваш первый промышленный прототип должен дать возможность людям не только понять, что вы хотите понять, а еще и попробовать. Поэтому наша стратегия в ближайший год — это производство определенного количества промышленных прототипов и установка их в салонах и на выставках для того, чтобы люди могли не просто увидеть технологию, могли понять, как в этой технологии им комфортно будет жить. Вот только с этого момента у вас есть, скажем так, все предпосылки для того, чтобы из первого коммерческого прототипа промышленного превращать его в продукт, что требуется еще минимум год времени. Ну, а максимум, как вам повезет, насколько у вас будет работоспособная и функциональная команда. Как домашняя ваша выглядит в кухне? Домашняя кухня выглядит абсолютно как обычная кухня. То есть это обычная кухня, в которой руки в ней находятся в верхней части, они спрятаны. Готовка производится в автоматическом режиме только при наличии защитного экрана. То есть мы полностью убираем любую взаимодействие между человеком и машиной для того, чтобы облегчить путь сертификации. Ну и самое главное, что мы делаем то, что сейчас начали делать в медицине. Если вы там следите за новостями, то буквально, наверное, может быть, пару недель назад медицинский робот сделал первые не теле, не оперируемые оператором операции, что, в общем, это то, как раз о чем мы и говорили много лет назад, что, собственно, если вы создадите базу данных кейсов, которые позволят вам, ну, по крайней мере, в большом проценте случаев понимать, что все начальные условия идентичны и результат вам нужно получить идентичный, соответственно, операции должны быть идентичными. То есть это, в общем, та же концепция, которая в нами полностью реализована. Вопрос такой, почему вы выбрали в качестве стартового сегмента все-таки консюмерский рынок, а не профессиональный? Ну, во-первых, консюмерский рынок достаточно стандартный. То есть если вы посмотрите, в чем отличаются процессы готовки на домашней кухне, они крайне просты. Во-первых, количество людей не очень большое. И, опять же, мы не обещаем, что будем готовить на большое количество людей в данной конкретной модели. Во-вторых, процессы, они не параллельны, они последовательны. Если вы посмотрите, как работает коммерческий сектор, ну, во-первых, архитектуры кухни совершенно разные всегда. То есть унифицировать ее достаточно сложно, особенно в ресторанном сегменте. Там обычно кухня делается под шефом. Он обычно говорит, какую архитектуру кухни вы должны создать. И в каждом коммерческом сегменте, если это не стандартизированный блок, к которому нужно еще прийти достаточно путем, это не технологический вопрос, это больше вопрос анализа. Потому что вы должны понять, допустим, если это больница на 140 коек, то какая пропускная способность, сколько вам нужно выгрузить одновременно. Если вы будете делать разные сеты блюд, какая должна быть логистика на кухне между оборудованием и градиентом, для того, чтобы это все готовилось одновременно, это задачи не из высшей математики, но они достаточно сложные в логистическом плане. В домашней кухне все очень просто, на самом деле. Там максимум готовится 2-3 блюда в параллель, они очень легко уживаются друг другом, процессы регулируются. И самое главное, что если вы сделаете ее один раз, дальше вы можете ее масштабировать на миллионы юных. То есть вопрос заключается только в цене. То есть если провести простую аналогию, то когда вы придете в магазин выбирать кухню, и увидите за одну и ту же цену кухню без робота и кухню с роботом, быстрее всего вы увидите кухню с роботом. Потому что вы можете делать то же самое, что на кухне без робота, но посмотрим. Это вы сейчас говорите эмоционально, когда вы будете стоять перед двумя кухнями за одну и ту же цену, посмотрим. Поэтому задача такая. Спасибо вам за ваш доклад. Меня зовут Павел, я программист. К сожалению, не знаю, как вас зовут. Марк. И у меня несколько прикладных вопросов. Я так понял за вашу презентацию, у вас робот с антропоморфными руками, да? Человеческими. То есть у него есть кисти, есть пальцы. И мне, честно говоря, довольно сложно представить. Во-первых, я не знаю, на каком этапе у вас есть прототипы, но вы говорите, что на домашней кухне процесс готовки простой. Но вот насколько я знаю, все манипуляторы, которые сейчас существуют, промышленные, высокоточные, они всегда работают с очень конкретными стандартизированными вещами. Как вы представляете себе манипуляцию неоднородными продуктами, которые различаются по размеру, по форме, по цвету? То есть он, приборы, допустим, столовые, он должен брать нож в руки. И я, честно говоря, не видел ничего подобного вообще существующего в мире. То есть вы собираетесь сделать революцию вообще в робототехнике, в принципе, во всем мире, потому что вы так описываете легко эту задачу, как будто это что-то само собой разумеющееся, хотя ничего близко даже похожего я никогда в жизни не видел. Но вы ни один не видели ничего близко похожего. Он один, этот прототип настоящий пример. Но мы его увидим, в принципе. Но он уже есть. Он уже был на Ganover MES в 2015 году представлен, и на CS Asia в конце 2015 года. А вот можно посмотреть. И мы уже выиграли Best of the Best Asia Awards с этим прототипом. Ну, то есть это нужно еще не только чистая механика, но еще какая-то игристика, которая будет изучать каждый раз, как будет выглядеть взаимодействие, допустим, человека с роботом. Как будет он ему загружать продукты, например. У меня описывалось, что вот эта слегка подмышшая яглота, оно здесь разрезано наполовину, воспринимаем его вот так. То есть как этот интерфейс будет довольно сложная вещь. Даже у меня очень скромный опыт, да, там буквально двигать какие-то штучки, это довольно сложная задача. И если вдруг они хоть чуть-чуть неравномерные, неоднородные, это сразу многократко заставит? Ну, в лоб да, в лоб вы правы. Но если вы русский человек, да, вы знаете, что всю задачу каждую задачу можно решить простым путем. Если хорошенько, хорошенько подумать. Просто это ряд задач, но каждый из них можно решить своим путем. И поверьте мне, что когда мы делали первый прототип, который мы делали в течение трех месяцев всего, мы за три месяца сделали прототип, и через месяц мы его уже показывали. Эти задачи до этого мы достаточно долго моделировали. То есть я вам не буду сейчас открывать естественных секретов, потому что, к сожалению, рынок конкурентный, да, и то, что вы спрашиваете, это... Когда я только-только начинал, первый вопрос задавал у нас один из директоров, это профессор Марк Котовский, он профессор и директор лаборатории манипуляции Стефордского университета. Это наш директор один из них. Он задавал мне тот же самый вопрос. Но в итоге мы сделали его. И он готовит. Можете посмотреть. Поэтому я думаю, что в начале семнадцатого года я ваше любопытство смогу удовлетворить. Но просто сейчас, если я буду говорить об алгоритмах, я могу. Но просто это будет не очень корректно. Мы все-таки вкладываем деньги в это, и достаточно большие. Поэтому раскрывать, естественно, определенные секреты, которые... Они не очень сложные, я вам честно скажу, на самом деле. Просто когда мы поняли, что нам нужно сделать, какой функциональный результат нам нужно получить с определенными движениями рук, мы просто решили, как это получить максимально простым и максимально надежным способом. Скажите, а как в эти руки передаются продукты из холодильника, как они берутся? Как это вообще? Подождите секундочку. Давайте я вам просто... Простой задача. Понимаете, если поставить задачу сделать все и сразу, у вас никогда ничего не получится. Давайте я вам поставлю еще следующее. Вот у вас есть сет продуктов. Вы приготовите крабовый суп сами? Сет продуктов даже нарезанных. Приготовите? Ну... Не, ну я просто конкретно просто даю. А сто крабовых супов разных приготовите? Что-то, наверное, нет. Нет, не наверное, а точно нет. Ни то не приготовить. Поэтому мы задачу решаем следующим образом. Мы готовим максимальное количество продуктов, используя практически одни и те же манипуляции, просто разный тайминг и разный секвенс. Это позволяет нам давать человеку то, что он раньше не мог получить. Понимаете? То есть вы не можете себе позволить с одним и тем сетом продуктов приготовить сами себе, даже если много времени, бесконечное количество блюд. Для этого нужно иметь либо очень сильные скилсы, очень сильный талант повара, либо вы должны готовить каждый день по много раз. Потому что повар, даже который делает меню в ресторане, он его создает на протяжении определенного времени. Это не то, что он пришел, скреативил и вы получили. Это труд. Любая вещь в жизни – это труд. Который не виден, просто он там остается за кадром. Поэтому в настоящее время я единственное, что могу сказать. У нас есть прототип, который готовят, который люди видели, который пробовали то, что он готовит, и который является физическим воплощением нашей идеи. Безусловно, существует очень много вещей, которые не видны. То есть вы видите, как он работает, но вы не понимаете, почему это так происходит. Потому что, абсолютно правильно говорит специалист, существует куча нерешенных задач в настоящее время. Но это не значит, что они не решены. Они не решены в принципе, но в каждом конкретном случае ты можешь их решить. Извините, вы очень хорошо подвели к вопросу, который я хотел задать. Вопрос такой. Кто ваши конкуренты в сегменте домашних хозяйств? И в предложении, вот касается набора продуктов, то есть альтернатива очевидная, вот эти сервисы, которые доставляют набор полезных продуктов, да, с айтертами. Правильно. То есть и это проще, чем покупать робота? Конечно. В данном случае это сервисы. Так вот, сервисы, которые доставляют продукты, они же не готовят. Они вам это приводят. Вы думаете, его так легко сделать? Вы можете попробовать. Нет, один рецепт, может быть, у вас получится. Но я могу сказать, почему, допустим, не получается... Хотите, я вам математически расскажу, почему не получается готовить по книгам? Функция номер один. Это не стандартное оборудование. То, на чем готовит шеф, это не то, что стоит у вас на кухне. Второе. Это не стандартизованные ингредиенты. То, из чего готовит шеф, это не то, что стоит у вас на кухне. Третья функция. Ошибки, которые вы допускаете. Человек допускает много ошибок. Из-за этого мы видим сейчас технологические устройства, которые работают 24 дробь 7. Потому что они ошибок не допускают. Вот вам три фактора, которых у вас нету и не будет никогда. Сколько человек работают? Компании? Ну, наша команда 8 человек. Но у нас достаточно крупные партнеры по разработке сейчас. И они, конечно, это очень большие компании. То есть все разработки больших технологических узлов мы сами не делаем. Это очень сложно. Коллеги, последний вопрос. Здравствуйте. Робот получается сложное электротехническое устройство и сложное устройство в плане программного обеспечения. Соответственно, у тех роботов, которые уже сейчас есть, в основном есть открытая часть программного входа, предположим, и закрытая часть программного входа. Предположим, я купил вот этого робота. Если меня посещает какая-то светлая идея, я его хочу доработать. Нужно будет обращаться в сервисную службу вашей компании или куда? Ну, вы знаете, это ведь как продукт. То есть если вы купили машину, у вас есть светлая идея доработать. Если вы в нее залезаете, то вы рискуете. Это надо понимать. Это, в общем, чем отличается любое прототипированное устройство от конечного продукта. Очень опасно получить неработающий продукт, потому что он может нанести какой-то вред здоровью. Почему мы используем, допустим, защитный экран? Потому что если по любой причине, допустим, робот уронит кастрюлю с горячей водой, рядом будет проходить ребенок, я думаю, что такие факторы при наличии потенциального миллиона устройств на кухне всего мира, они являются очень важными. Поэтому, безусловно, вы не будете иметь доступ к входу самого робота. Но при этом никто не запрещает вам экспериментировать самим. То есть, можете, в принципе, на кухню две руки купить и делать, в принципе, сами. Все, что хотите. Отлично, Марта, спасибо вам большое. Коллеги, да, у нас поблагодарим Марту. У нас сейчас будет следующий и последний доклад. Евгений Аклужев, про инвестиции и молодых роботов. Он начнется буквально через минуту. Если кто-то очень хочет и не успел задать вопрос, Марк, я думаю, Марк держится еще на пять. Можно, конечно, сейчас, да? Единственное, вы предназначаете, если вы поговорите о территории. Аклужев, про инвестиции и молодых роботов. Всем добрый день. Я могу и громко. Да, вы теперь слышите. Всех вас приветствую. Мой доклад, насколько я понимаю, уже пройдет одним из последних. И вы сегодня довольно много, последний даже, довольно много на сегодняшний день услышали. Надеюсь, что информация, моя презентация, то, что я расскажу, будет для вас полезная. Мы в какой-то момент, благодаря Generation S и благодаря ВК, начали инвестировать в роботов. Инвестируем мы, как инсангелы, на самой, собственно, ранней стадии, когда нет прототипа, есть идеи или прототип не доработан. Ну и подробнее я об этом начну рассказывать, почему мы это делали. Ну, собственно, начну я как раз таки с Generation S. Сейчас существуют различные мнения о том, что мы в стартапах уже позади, все надоели стартапы и особенно стартаперы, которые идут смыслы в каворкингах, ничего не делают и все в таком виде. Однако это не так. Количество людей, создающих новые бизнесы, с каждым годом возрастает. Это связано с тем, что становятся более доступны технологии производства, более доступны, не знаю, там, всякие мейкерские центры, такой шеринг станков и так далее. И, соответственно, становятся доступны рынки, когда ты можешь чего-то делать небольшой командой, там, в пять человек и продавать это на Алиэкспрессе. Думаю, что кто-то из присутствующих пытался продавать через Алиэкспресс. В нашем понимании роботы как раз таки являются таким хорошим объектом для небольших компаний, для стартапов по той причине, что отрасль в настоящий момент находится на стадии только формирования. И она будет, как дальше буду рассказывать, все больше и больше расти. Особенно это касается потребительской робототехники. Безусловно, сделать крупный или, скажем так, интересный проект на рынке промышленной робототехники, где есть Кука, ИВИ, тот же Панук или Фуджи, это уже очень сложно. Но всяческие потребительские роботы, начиная с игрушек, сервисные роботы, они будут в различных вариациях, не знаю, будут использоваться разные технологии для создания дел роботов или для создания интеллекта роботов и так далее. Как, в общем-то, и с предыдущими прорывными технологиями, с компьютерами, с мобильными телефонами, если роботы или, так скажем, интеллектуальные электромеханические агенты станут обязательным в семьях или обязательным в офисах, они будут присутствовать и очень сильно распространены. Что же такое, соответственно, потребительская робототехника? В нашем понимании потребительская робототехника делится на следующие сегменты. Это работа по дому. Я так полагаю, первый сегмент. Предыдущий докладчик как раз таки рассказывал про роботов, которые выполняют некие операции на кухне. Всем нам известны роботы, которые выполняют операции по уборке дома и различные роботы-пылесосы, на которых любят кататься дети и особенно кататься. Но какие-то, тем не менее, рактивные операции потом они делают и, собственно, какой-то рынок уже сформировался. Персональные роботы. Это роботы, способные к интерактивному взаимодействию с людьми. Также, по-моему, в сетке я видел доклад про роботов для престарелых. Особенно это сейчас такой большой сегмент в Японии. Они такие очень странные, на наш взгляд. Но, тем не менее, пожилым японцам очень нравится приобретать такие устройства для того, чтобы не чувствовать себя одинокими. Следующий сегмент – это здравоохранение, но тут не совсем правильно сформулировано. Это роботы для здоровья, это не медицинские роботы, не до винчи. Это роботы, которые позволяют решать какие-то проблемы со здоровьем или помогают ввести здоровый образ жизни. Мы, к примеру, бегаем с фитбитом, но почему бы компания «Нивокер» сидит, почему бы не осуществлять пробежку вместе с «Нивокером»? Не всегда удается найти для пробежки, кто с тобой вместе пробежит. Возможно, будет попутчика или компания. Возможно, с роботами будет довольно интересно бегать и, думаю, в ближайшем будущем мы это увидим. Следующие – это роботы для образования. Собственно, это как роботы, которые занимаются с детьми какими-то операциями, так и те, которые имеют блочно-модульную структуру, и дети сами из них, точнее, с ними чего-то делают. Они этого робота как-то видоизменяют, чего-то ему добавляют, докручивают. В настоящий момент всем известна, конечно, эта история с Лего. Но вероятно, что вот такой подход для детской робототехники, он будет все больше и больше расширяться. Тоже об одном из наших проектов, которые мы вкладывались, расскажу. Роботы, используемые для различного наблюдения. Понятно, что это такой сегмент очень странный, можно просто обвесить все камерами и наблюдать с помощью видеокамер. Но, наверное, какие-то все равно передвижные мобильные такие системы видеонаблюдения, которые там быстро разворачиваются или которые не требуют именно привычные нам видеорегистраторы развешивать, будут появляться. Роботы для телеприсутствия, я думаю, что пик, наверное, этого сегмента, он уже пройден. Все мы помним о Singularity University, когда робот телеприсутствия подбежал, не знаю, Крыл Курцевый луч, вот это, собственно, там транслировалось и все такое. Но как-то вот в последнее время в этой области каких-то новых проектов не наблюдается. И, наверное, сама история с отдельно взятым телеприсутствием, наверное, не требуется. Хотя я вот тут не утверждаю, да. Роботы для различных развлечений, игр и отдыха. Тоже очень большой сегмент. И дальше я покажу по деньгам. На данный момент очень много сделок в этом сегменте на ангельской стадии, на начальной стадии, но также и уже там последующие раунды. Один из больших сегментов в области потребительской робототехники. Представительские услуги. Наверняка вы сегодня слушали Алексея Южакова, который рассказывал про роботе. Такой довольно уже известный российский проект, который поездил по международным выставкам. который, на мой взгляд, представляет вполне серьезную конкуренцию тому же Пейперу или Дебарану. Хотя нет, чуть побольше раскручено. Я думаю, что всякие роботы для ресторанов, отелей, которые осуществляют такие представительские или же презентационные функции, да, он будет также нарастать. И, соответственно, компании будут... Появится сегмент, это компании по сервису для всех предыдущих сегментов. Роботы ломаются, их нужно ремонтировать, нужно разрабатывать какие-то новые сеглопривода или, не знаю, двигатели или еще что-то, и которые будут выпускать только комплектующие для потребительских роботов. Соответственно, на графике это выглядит следующим образом. про рынок, да, рынок потребительской робототехники достигнет по версии Business Insider 6 миллионов устройств и 1,5 миллиарда долларов, что, в общем-то, вполне похоже на правду. где-то по 250 долларов за устройство, 6 миллионов устройств, да, будет продаваться. Но дальше рынок будет расти, произойдет резкий скачок, и по оценке аналитиков, к 2025-му количество продаваемых потребительских роботов вырастет до 165 миллионов единиц, и, соответственно, общая выручка этого рынка годовая будет порядка 17 миллиардов долларов. На сегодняшний день, как это выглядит по инвестициям в сектор? Как мы видим, в 2010 году в сектор потребительской робототехники инвестиций составляли всего лишь 21 миллион и за 5 лет они доросли до 270 миллионов долларов. И в основном, как мы видим по этому желтому графику, это раунды с первой кампанией, раунды ранней стали. Да, вот на этом графике, собственно, опять подтверждается. Это были в 2010 году раунды повторные, и мы видим, что большие раунды составляли небольшое количество, и начальные раунды инвестиций составляют 20 штук и больше. Увеличение числа сделок на раннем этапе свидетельствует о том, что действительно сектор потребительской робототехники обладает потенциалом к дальнейшему росту, и, соответственно, различные фонды вкладываются в данный сектор. Фокус интереса смещается в целом от робота в домик более к каким-то конкретным операциям. Мы это опять же наблюдаем, да, если это роботы для уборки, если это роботы для... Ну, для работы... Наверное, ближе мне просто нужно, да? Для работы на кухне и, возможно, еще какие-то работы роботы также домашние будут забирать на себя. Теперь по инвестициям внутри сектора. То, что я как раз таки говорил о большом объеме сектор игровой робототехники. Самые большие инвестиции за пятнадцатый год, в общем-то, приходится данную игровую робототехнику, потом следуют персональные и хозяйственные, потом телеприсутствие, потом медицина, но я еще раз, вот, неправильно написанную, я поправлю, не успел, да? Это роботы, которые, ну, позволяют вести здоровый образ жизни, но не конкретно там делают операции, занимаются, ну, там, фарбакологией, какие-то роботы используются. Да, и компании, занимающиеся техобеспечением, понятно, что рынок пока формируется, и они еще не столь большие могут привлекать инвестиции, но через какой-то период времени начнут появляться в этом секторе компании, которые занимаются сервисом широкого спектра роботов. То есть не нужно будет выстраивать, ну, вот, как нам сейчас известно с тем же промо-ботом, да, отдельно сервис для промо-ботов, как в свое время было с сервисами, не знаю, персональных компьютеров и с сервисами смартфонов. Сейчас любой сервис-центр занимается любыми марками смартфонов и анимативов. То же самое произойдет и в секторе робототехники. Некая карта рынка, показывающая основных игроков на текущий момент. Все игроки, как мы видим, пока не российские, но вот интересные в особенности такие проекты, это как там роботы по тот же Кветнет, да, который заботится о домашних животных или робобариста и так далее. Самые активные инвесторы на текущий момент в области потребительской робототехники на данном слайде приведены. Мне очень приятно видеть здесь Gration Robotics, и пока не очень приятно. Понятно, они входят уже в проекты, которые нацелены на более большие рынки, в основном на американский рынок. Мне очень приятно, что пока среди раундов Gration Robotics не присутствует российских робототехнических проектов. Но, тем не менее, в какой-то момент, я думаю, ситуация будет меняться. Да, расскажу о нашем портфеле, в общем-то, почему мы начали заниматься инвестициями. Я уже кратко говорил, инвестиции мы сейчас имеем в трех компаниях. Самая большая – это промо-под, инвестированный за прошлый год порядка 25 миллионов рублей. Понятно, что по тем цифрам, которые я рассказывал, у него есть какие деньги. Но, тем не менее, это позволяет проекту дальше развиваться и позволяет вести переговоры уже в следующей стадии с фондами, которые готовы вкладываться в производство и подготовку последующих версий роботов. Дальше, наверное, самый яркий проект на сегодня – это компания «Невокер». еще, в общем-то, Игорь меня поправит, я так боюсь, чтобы не то, что меня обидеть. Еще нет полноценно работающего стопроцентного прототипа. Так ведь, да, будем говорить абсолютную правду. Но грубые прототипы уже, в общем-то, занимают высокие оценки на международных различных мероприятиях. Мы были с «Невокером» в Японии на «Арексе». Он привлекал к себе внимание, но мы еще в тот момент, собственно, не контрактовались. В ближайшее время будет «Инароба», буквально вот на следующей неделе начинается, и мы надеемся, что, в общем-то, уже будут какие-то контракты. Ну да, «Инароба» попал в десятку перспективных глобальных проектов в области робототехники. На «Автоматике» в Мюнхене, которая пройдет в июне, по версии жюри, попал в двадцатку проектов. Так, что у меня закончилось? Нет. Следующий проект — это «Betronix Lab». «Betronix Lab» — это мы инвестируем совместно с «Esi Ventures». На текущий момент что-то порядка десяти миллионов рублей. Набор конструкторов для работы с бионервосигналами человека. И в апреле мы подписали соглашение уже с «Lego Education» о выпуске совместного продукта с компанией «Lego», когда, собственно, со стороны «Lego» конструкторы для производства объекта управления, а с помощью «Betronix» именно интерфейс между человеком и объектом управления. Соответственно, по нашим оценкам, в ближайшее время можно выйти довольно на большие объемы продаж. В общем-то, не знаю, что еще добавить. «Betronix» будет на глобальной конференции «Lego» в Бостоне в июне презентовать. Вместе с «Lego» мы будем презентовать этот проект и продукт. Соответственно, надеемся, что это позволит проекту начинать продажу уже глобально. Вкратце, наверное, все. Я готов ответить на ваши вопросы. А вот сделайте еще раз слайд с инвесторами, чтобы сфотографировать. А вы знаете, я, наверное, выложу на слайд шею презентацию. Здесь нет ничего секретного, а организаторы выложат уже… Ну, я, да, я сейчас ее верну. Она работает, да. Основные фонды, которые на данный момент инвестируют в потребительскую робототеху. Еще есть вопросы? Ну, у меня такой вот вопрос. Ну, да, вопрос. «Константин» – стартап. Он сказал «Спортивным роботам». У меня как раз сложилось мнение, когда я искал инвестора, что инвесторы в основном сейчас берут основные тренды, которые являются, там, интернет, что-то промышленное. И вот именно по тому, что вы и сейчас говорили, как раз никого не интересовал этот сектор именно вот этих потребительских роботов. Почему-то всегда говорили, что я не понимаю, что такое значение. Да, я с вами соглашусь. Сказать, чтобы были фонды в России, которые имеют фокус только на потребительскую робототехнику, я не говорю о Grishin Robotics. Grishin Robotics – это фонд, который ориентирован на потребительскую робототехнику, но при этом ориентирован на стартапы американские, в основном американские. В России пока, на мой взгляд, фондов, которые вкладываются строго или имеют один из приоритетов потребительской робототехники, таковых нет. Об этом, не знаю, могут подтвердить наши директора компаний, в которые мы вкладываемся. За исключением вас. Ну, мы ангелы, да, мы же не вкладываемся уже, не делаем такие раунды, которые позволяют наладить сразу массовое производство, или подобно как Paper, не один раз обсуждалось, в чем фактор проигрыша у Promobot. Promobot не уступает Paper по функционалу. В том, что в Paper софтбанк вкладывает совершенно другие деньги. И когда софтбанк продает на условиях платить абонентскую плату за тело робота и за обновляемое постоянно ПО, а Promobot, к примеру, вынужден брать 70% предоплаты для того, чтобы его там произвести, естественно, эта бизнес-модель будет всегда уступать Paper. И Paper, если у них есть в планах, откроет масштабное производство и продажа на американском рынке, то там никогда уже больше не будет промоблок. И во всех вот таких промо-функциях будет работать Paper. Хотя на данный момент не сильно уступает. А что посоветуете тогда? Как быть такому стартапу, который привлекает вещи? Ну, у вас какая стадия? Вы только хотите прототипы? Вы хотите организовывать производство массовое? Прототип процентов на 60 сделать? Искать бизнес-ангелов. Я думаю, что фонды сейчас вы в России не найдете, которые у него Алексея у меня полкает. Не рассказывал Алексей в русском произведении переговоров? А, рассказал уже все секреты, как найти, да? То есть, продолжение вопросов. При прочих равных получается, что инвесторы гораздо более благосковлены к проекту, который позиционируется именно на профессиональный рынок. Вот если с прошлым докладом сравнить, меня, честно говоря, удивило, что они выбрали в качестве целевого сегмента именно консюмерский рынок, а не хорику. При прочих равных, ну, правильно ли я понимаю, что инвесторы более благосконно бы отнеслись, если бы продукт был нацелен именно на сегмент хорики, чем на домашнее хозяйство? Российские или мировые? Не думаю. Я думаю, что рынок потребительской робототехники гораздо больше, чем рынок робототехники для инвесторов. Ну, цена изделия на потребительском рынке. То есть, там речь шла о 50 тысяч долларов. Ну, да, понятно, что дома немногие могут себе подходить. То есть, это что-то уже такое с разряда лакшери? Да. Применительно, наверное, к этому сектору, к этому сегменту, да. А роботы стоимостью 250-500 долларов за штуку для домашнего использования рынок гораздо больше. Спасибо. Ну, все зависит от проекта. Я не знаю, вот если мы говорим опять-таки про спортивную, ну, про ваш проект. Все зависит, кто конечный потребитель. Масса параметров. Здравствуйте. Хотелось бы уточнить по поводу вашего мнения о том, что у промо-кота и у Pepper одинаковый функционал. Это первый вопрос. Насколько я понимаю, у Pepper все управление и обработка информацией происходит в Google, а там на большом сервере. А в промо-коте в каждой машине должен стоять свой собственный процессор? Ээээээ... Ээээ... Можно я ответить? Думаю, да. Да, думаю, что Алексей ответит гораздо лучше на этот вопрос. Ну, или вообще вопрос тени. Ну, Алексей, если позволю, все же чуть-чуть, да. Ну, в Pepper, опять же, тоже есть процессор и есть обработка. перед тем как все улетит в облако на контроллерах все это должно обработаться ну дальше алексей подробнее расскажет что времени тем не менее не отвлекать его спикера обществе вы видели в живую пеппера правда может видеть мы же нет я просто спрашиваю видели вот вы его трогали вы снова работают поэтому я спрашиваю что некоторые поменяют в японию и поэтому немножко возможно сейчас больше знаю но тем не менее первое не верьте всему не вам рассказывать что читаете попробуйте посмотрите евгений абсолютно прав там точно также есть процесс то есть что также действительно используют облака причем в чем выше если про это говорить честно их история что они-то молодцы соедем ватсон рассматривают историю на комнате будет им это все заявлено что вперед заявляет и опять же к тому же вообще вся история робототехники строится на ощущениях у вас есть возможность поговорить но вот вы попробуйте его потом люди идут смотрят читают о пеппере и говорят посмотрите сколько стоит пеппер посмотрите работает и что из себя представляет и тогда можно будет релевантно сделать сомнений извините что не сможет поговорить вот а по той формате которые мы собрали по нашей оценке порядка 10 компаний в россии имеют такой уже как порядка 5 компаний имеют готовый промышленный образец который теоретически может быть каких роботов роботов промоутер мы предположим роботов промоутер сбор то же самое промоутер и есть несколько компаний у которых сборка промышленного образца на завершающем этапе опять же вопрос про продвижение вот я так понимаю в нескольких городах он уже продвигается там школы, учреждения, какие-то там жирские сады у остальных первый момент насколько я понимаю продвижение не видно такого распространения хотя опять же по нашему оценку нет и второй момент не верю всему тому что движет сейчас идут стоять два промо-кода на данный момент не потому что мы в него инвестируем на данный момент в мире есть ну не берем корейцев два производителя это альдебаран и компания промо-блок и все то о чем вы рассказывали ровно в той же степени и пейпер не слышит и пейпер почему-то не подсоединяется к точке вайфая или почему-то обваливается вайфай мы периодически с этим сталкиваемся когда не знаю мы в Токио стояли друг напротив друга промо-бот говорит а пейпер в этот момент чего-то обвалилось они занимаются пейпер запустили промо-бот обвалился бывает такое я добавлю и ну первое абсолютно правое и вот вопрос а что и с чем связано да два фактора то есть закончилась бумага и нету вайфая нет 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 и мне очень нравится бумага если она есть значит она может закончиться ну то есть когда делаешь много фотографий это значит вы много использовали да бумага никто еще не подъезжает автоматически не заряжает это правда вторая история если есть вайфай он его может не быть это история аутдор на самом деле если кроме шуток история очень простая слушайте меня пожалуйста мало делать робота вы к этому пришли вот вы говорите у вас там несколько представителей у нас девять по стране мало делать робота надо готовить партнеров и общество к тому как они это воспринимают вот мы уверены мы знаем как с ним работать как настроить вайфай как загрузить бумагу надо чтобы партнеры делали ровно то же самое и и мы в любом случае любой робот будет зависеть от обстоятельств которых он да кто-то может быть будет там недоволен и скажет он слушайте руку я там часто бахал и так далее и это подготовка больше общества к этому всему и и прокачки партнеров вот евгений приводит историю с пеппером ну действительно да у нас там многие уходили и говорили пеппер это что это там приложение для смартфона что ли он там управляет смартфоном и только то есть там ему если там под наклонение это тоже история кстати да продумана или нет как нужно общаться с роботом чтобы ты мог с ним общаться больше чем 15 секунд вот так вот с пеппером как бы ну ладно слушай он ориентирован на японскую он ориентирован по росту на японскую ну как бы с роботом тоже нельзя общаться вот так отойди подальше вот ну третья версия например у нас это я уже секреты раскрываю ну ладно тем не менее отвечая на вопрос первое что мы уяснили когда продвигать промо-мот начали не нужно создавать завышенных ожиданий любую продвинутая аудитория вы знаете что такое робот когда мы продаем роботы почти каждый второй предполагает что это терминатор третий который там превращается да вообще я вот тут мы соединились к Алексею у всех сформирован образ робота-промоутера это брать терминатора то есть он уже из жидкого металла такой собирается на выставке и начинает рассказывать допустим там на выставке какой-нибудь картина каких-нибудь картины но к сожалению пока не так пока они не могут ну наверное можно сделать да робота там стоимостью пять миллионов долларов который будет превосходить промо-бота или пейсер ну тогда все экономические смыслы на сайте перечислены функции которые будут исполнять образец и когда мы его изготовим мы столкнемся с теми же трудностями что тот же самый промо-бот да что отправил его в регион в регионе неподготовленные специалисты просто оставлять там своих представителей что-то сломалось опять нужно выезжать или что-то заработало но заработало не так вы знаете в этом абсолютно нет ничего страшного на мой взгляд когда формировался рынок автомобилей была ровно такая же история то там в заливе не то не тот бензин там или вообще там как мы видели да в джендельменах удачи и не только бензин заливали то колесо не сделали рынок сформируется и в отличие только от рынка автомобилестроения например да этот рынок формировался порядка 100 лет рынок потребительской робототехники сформируется в ближайшие действия через 10 лет ну компании которые сейчас начали на нем работать будут продавать миллионами экземпляров свои своих роботов один последний тезис который фактически вы фактически говорите о том что в регионах не готовы завышенные ожидания которые странированы знаете что показывает на чьей стороне это повторные покупки согласитесь когда проект не выведен до конца то покупатель чувствует себя обманутым что-то с этим связанное так вот повторные покупки у промо-бота это самое важное это самое важное доход потому что опять предупрежден вооружен если ты пишешь договоры обеспечить вайфай или подвозок бумаги твой партнер это понимает а когда устраиваются на качественные результаты они делают по поводу кстати про завышенные ожидания могу рассказать следующую историю у нас есть ресторатор который мы поставили и он провел фотосессию что якобы промо-бот готовит пасту в итальянском ресторане и теперь собственно приходят ну он с целью привлечь клиентов приходят клиенты и говорят а это что за поделка вообще мы читали что он готовит пасту прям стоит на кухне у него друшлаг там и он ну вот так формируется естественно тот пытался привлечь к своему ресторану клиентов крайним оказался робот который должен теперь уметь готовить пасту мы работаем есть еще вопрос промо-бот внизу да да ну вот кстати говоря опять же как бы то ни было но все же я считаю промо-код одним из самых успешнейших российских проектов опять же не потому что и мы в него вкладывались а если смотреть на международные выставки ну из российских роботов промоутеров мы говорим их существует в том или ином виде 10 проектов хорошо аэрекс и на робо автоматика ганновер мессы еще масса международных выставок день они существуют значит они уже представлены на глобальных и на российских конференциях и выставках да если не секрет в промо-боте собственно ну потому что это реально да сам успешный российский проект это ни у кого должно вызывать возражение потому что это реально действующая модель она производится не на коленке и она там что-то предпринимает все остальное как бы это мы произведем к новому году вот вы запишитесь в очередь принесите денег гордиться долго вопрос еще раз следующий уникальность промо-бота в чем заключается если я правильно понимаю ситуацию любой вот такой коммерческий робот это ну некая сборная солянка технологий распознавания речи распознавания видео ориентации в пространстве уникальная обязательно электромеханика а что что промо-бота уникального ну наверное все же опять лучше дать слово Алексею но я позволю сделать несколько некоторое вступление да уникальность как раз таки роботов промоутеров допустим или робота роботов для игр конечно же не в том что команда создала свои сервопривода потом долго пыталась найти производителя разместила где-то на там на каком-нибудь китайском заводе да и выпускает там сервопривода сама выпускает платы контроллеров сама запиливает все нет уникальность как раз таки в том что собрать все имеющиеся технологии из этих имеющихся технологий сделать работающие устройства собственно я считаю так несмотря на то что у промоутеров есть свои IP IP именно связанные с коммуникацией это обработка это даже не распознавание это сама работа с и я считаю что команда промо-бота на пару лет обережала команды которые сейчас работают на всякими чат-ботами да мы не один раз обсуждали что можно было использовать тот язык но на тот момент вообще невозможно было общаться то есть эти чат-боты тогда общаться не могли сейчас технология подтянулась надеюсь ответил на ваш вопрос Алексей будешь добавлять что а вы работаете на создание чат-ботов да но пока я не стал выносить на презентацию у нас есть проект который в самой-самой ранней стадии мы так как собственно занимаемся уже в двух проектах связанных с телами роботов так скажем на ранней стадии у нас есть проект в области интеллекта и общения на естественном языке интересная команда но пока в общем-то хвастаться особо нечем поэтому как как только появится какой-то уже более-менее продукт который можно будет не знаю встраивать допустим в него будет к вам подходить такой колобок и с вами на естественном языке общаться или же промо-бот да ну промо-бот сейчас уже общается естественно ну и промо-бот кстати говоря тоже после подписания китайского контракта после irex нашумевшая это была новость что на 100 штук поставку в китай подписали контракт также занимается именно машинным обучением для того чтобы робот сам обучался на данный момент открытым текстом это не самообучаемые не самообучаемые алгоритмы это все лингвобаза полностью программируется через некоторое время да Алексей я думаю промо-боты будут учиться готовить пасту отвечая на вопрос коллеги если больше нет вопросов оба на